Тут же, с самым бандитским приемом. Хорошо, понятно. Сергей Ильич, вы видели это все своими глазами? Когда вот это все говорится с чистым взором и говорится неправда... Как же неправда? Как же неправда? Вот опять. Как это видят действительно те, кто посмотрит запись, господин Жириновский, бурно объясняясь и брызгая слюной... У него, очевидно, в вашей студии слюна пропала просто. Он начал кричать уже на Викторова и увидел своего обидчика Савельева, который попытался отгородиться и действительно говорит, ну вы не осторожней с вашими брызгами. И тогда вот набралось у него наплевок, не набралось, ну и первый удар господин Жириновский попытался сделать, но Викторов перехватил его руку. Это все было постыдно смотреть. У каждого раз ложь, ложь и ложь. Мы говорили о борьбе политической. И Викторов был доволен. Он ни разу слово не произнес про какую-то слюну. Ни разу. Я напротив него стоял. Но не надо врать. Послушаем сейчас, что говорит ваш противник, что говорит депутат Савельев, который с вами дрался. Слушаем эти слова. Не дрался, но сел удары. Его никто не бил. Я не знаю, о чем думает Грызлов, о чем думает Путин, когда дает команду замять этот инцидент и не лишать Жириновского поставиться спикера. Я так понимаю, эти несколько десятков голосов фракции ЛДПР, они настолько важны для власти, что она уже готова свою репутацию отдать на растерзание общественному мнению. Вот депутат Савельев говорит о большой политике на самом деле. Вот вы считаете, вас могут наказать? Так, с какой стати? Я. Сейчас меня спросит. Вот видите, что делают. Как вы. Как Рогозин. Только расстреливают. И за вас мучится страна. Рад был. С наслаждением спрела вся Москва. На вас, на негодяях. Владимир Вольфович, подождите. Вы сидели. Можно было провести выбор. Стоп. Они отказались. Они отказались от выбора. Терпеть вашу мрак. Только без страха. И вы бандит, Бабурин, бандит. Что? И вы, и Рогозин, вся ваша фракция, авантюристы. Обычная политическая проститутка. Мужчины. Подождите. Стоп. Посмотрите, по рожу жирную. Посмотрите. Подождите. Я вас попрошу. Стоп. Сергей Николаевич. Отпетый, как свинья сидит. Потому что деньги, деньги дают ему. Деньги постоянно. Сергей Николаевич, надо переходить. Деньги. Или я сейчас бью в морду этому господину. Вот видите, вот. Я не хочу это делать. Кто начинает? Они. Не надо, пожалуйста. Провокаторы они. Владимир Вольфович, прошу. Моя клавида зайдет и расстреляет тебя прямо здесь, на полу. Да, Владимир Вольфович, не надо переходить на личность. Вот я об этом не боронючу. Дайте мне задать вопрос Сергею Николаевичу. Сергей Николаевич, пожалуйста. А события? А при чем без Жириновского? Мы не бабурино обсуждаем о Нижириновского. Обсуждаем ситуацию в стране. И в Думе. Фракция Родина будет настаивать на лишении Владимира Вольфовича поста вице-спикера Думы? Для нас эта ситуация абсолютно прозрачна. Очевидна. Вот у нас сегодня есть Шерхан, Единая Россия. Есть шакал-табаки, который обслуживает эту Единую Россию, под еда и объедки. И две фракции, КПРФ и Родина, бьются за роль Маугли. Но тяжело в джунглях. Особенно, когда там водятся шакалы. Вот чем бы я сейчас отличался от господина Жириновского, если бы не снял, а скачил, начал бы лить, хватать политика. Это технологическая политика. Голосуют все за. Голосуют все за. Незаметные депутаты. Ну, особенно ничем не выделяются. Проводят решения вышестоящих органов в жизни. На этом фоне, что нужно делать с другим фракциям? Как выделиться? Надо ли вот там драться, отвечать, переходить на личность? Наскаивать на своем вопросе. Вы попали в десятку, потому что у фракций, которые имеют политическое лицо, у Родины, которые объединяют несколько партий, в том числе партию Родина, Народная воля, у КПРФ, у них есть что сказать, у них есть альтернативы. А у ЛДПР есть политическое лицо? Ну, господин Жириновский со всеми его прибамбасами. Владимир Иванович, а вы вот не боитесь, что в результате народ посмотрит на то, что происходит в стенах парламента, на драки, на потасовки, на все это, и скажет, да ладно, не нужно нам эти много партий, вот будет одна, вот единая Россия будет. И все, не надо нам других. Будет тихо, спокойно. Это решает народ, но я вас уверяю, народ всегда выберет 2, 3, 4 партии. Люди хотят выбор. А иногда за дракой кроется конкретная политическая цель. Что-то сорвать, что-то дискредитировать. Просто напомнить о себе, ведь если убрать все драки, что останется от Жириновского? Только бойкот импичмента Ельцина, когда он своих депутатов закрывал в кабинете. 16 лет партии, когда их никого не было. Причем здесь какие-то драки? Инцидент был с Савельевым, он напал, он хулиган. Но не надо врать на Савельева. Какие другие драки? Люди останавливали Савельева. Савельев, вот он всем цеплялся, всех, так сказать, человек больной. Всех на отмашь бил, так сказать, ну это хулиган, бандит. И разнимали НДП, коммунисты, Единая Россия. Все, все пришли, все этого страшного человека успокаивали. И успокоили. Когда я говорю, вся страна в выпусках новостей видела, как Жириновский по стульям бежит, пытаясь заскочить за спину Савельева, чтобы нанести подлый удар со спины. Савельев это нейтрализует, швыряет Жириновского и так далее. Вот видите, опять швыряет. А он говорит, как он себя, Агнсангел. Прогон кадров, ведь кадры есть. Покажите прогоны. Показываем, показываем. И медленно, дайте медленно, вот медленно все делать. Вот идет, фракция уходит. Дайте ему все прогоны. Всегда хожу здесь. Смотрите. Ну вот что, разговор идет, а ты с ней проворонишь. Вот это все дело. Видишь, что дело. Вот. Вот. Не летели слюни. Так нет, не герой. А что Викторов не заслоняется? Что Викторов-то не заслоняется? Нормально сидит человек. А он все ближе бумагу. Смотрите, бумагу еще ближе. Еще ближе бумагу. Еще ближе. Смотрите. Да. И что дальше? Дальше что? Все. Ну видите, как вы плюнули. Нет. Да так, плюнуть, это плевок. Это слюни. Это слюни. Но если у вас нет слюней, это не значит, что вы плюнули. А вот это что? Все, это не плевок. А вот, вот, пожалуйста. Закрыт весь проход. Пожалуйста. Закрыт весь проход. И где? Вот все. Ну вот. Все. Вот он выскапивает и начинает бить ковром. Ну правильно. Так он делает. Пробирались за спину человека. При чем здесь пробираться? Откуда он может видеть себя за спиной-то? Что вы чушь несете? Его цель была одна, напасть на меня. Все. А сейчас ваши молодчики шестером избивают одного. Это не Россия коммунисты. Да не надо единую Россию, не надо коммунисты. Это ваши молодчики. Вот стоит, как его... А сейчас разнимают, вот сейчас видят, как вас усмиряют. Депутат. Вас усмиряют. Кого усмиряют, Владимир Владимирович? Что? Вот видите, вас усмиряют. Нет, бьют-то вон там, по соленью убьют. Вот тоже депутат не наш стоит. Вам пришлось вот руки... Все депутаты. Нет, нет, где руки? Вам смотрите, что он делает. Вот что делает. Меня он трогает, защищает тебя. Бейте. Не наш депутат, защищает. Председатель Компартии вас спасает, чтобы вас уже оставили. Так от чего спасает? От вашего хулигана Савельева. Нет, нам Савельева близко. Он в это время в крови, потому что ваши нукера его изгибили. Как вы думаете, генпрокуратура будет этим заниматься? Вы же написали заявление в генпрокуратуру, а фракция Родина написала? Я очень надеюсь, что хотя бы здесь господина Жириновского накажут. Потому что у него столько грехов. У него, ну, если бы власти он не был нужен, он бы тысячу раз уже подлежал ответственности. Вот видите, что? Вот опять. За что? Меня интересует только один вопрос. Носил Жириновский бревно вместе с Лениным или нет? Никогда. Потому что он везде-везде успел. Никогда. Везде был первый. Не был коммунистом. Все. В генпрокуратуру, в комиссию по этике Государственной Думы. Спасибо. В любом случае. Вице-спикер Государственной Думы. Спасибо, что пришли. И большое спасибо от меня лично, что не подрались в нашей студии. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.